всем большой привет сегодня хочу снять вторую серию про мои ароматы все что у меня есть от компании faberlic и oriflame на самом деле с каждым роликом про ароматы мне будет все сложнее и сложнее потому что я в целом как бы знаете на ты с ароматами от иван все остальное что я буду показывать для меня уже более сложные ароматы и в чем-то ну можно сказать но как бы я с ними навыли но давайте я начну с faberlic есть у меня вот такой аромат feste de vita когда-то у меня был пробник и я его настолько сильно полюбила что очень хотела этот аромат он у меня появился купила я его даже сама очень красивый и запоминающийся такой аромат он идет цитрусово-цветочный все как я люблю давайте вот на некоторые ароматы я нашла описание она мне будет немножко помогать но которые не нашла буду описывать сама это искристый аромат раскрывается яркими красками бергамота и цедры лимона потом добавляются ноты пиона жасмина фрезии вот тут как раз да вот это мне и нравится что когда цветы сменяют цитрус и вот это вот свежесть переходит в нежность вот по-другому не скажешь если вам нравится вот такие свежие красивые ароматы ну как здесь и говорится цитрусово-цветочные то вам он понравится стойкость у него средняя вообще я хочу сказать что у faberlic у ароматов стойкость средняя если вот в целом говорить вот у его например там есть и 20 минут стойкости есть 8-10 часов а тут как-то вот я бы не смогла выделить внутри четыре часа вот для меня точно больше глубже я уже не буду копать про каждый аромат рассказывать отдельно тоже не буду вот такой очень красивый флакон вот шершеля фам называется вы знаете вот этот бантик это такой французский вариант очень красивый флакон нравится мне и дизайн самого флакона и аромат искристый цитрусово-пряный аромат с тонким зеленым оттенком опять то что я очень очень люблю чувственный аромат струится прозрачной дымкой сверкающих нот бергамота мандарина и смородины и дальше добавляются древесно-амбровый шлейф да и больше ничего тут не написано вот это вот свежесть она очень красивая вы знаете вот я говорила вы его парижский шик их иногда немножко сравнивают эти два аромата но как бы тут парижская такая струя да и там но я бы выделила больше для меня лично вот этот аромат тот послаще этот посвежее но в этом есть для меня опять же изюминка вот это наверное цитрусовая нота тот немножко как я сказала чуть-чуть постная ну не знаю можно так говорить или нет но вот так вот я вижу эти два аромата вот этот очень люблю вообще я хочу знаете что сказать девочки мальчики но опять же сугубо мое личное мнение ароматы ругать нельзя либо это ваши либо это просто не ваши и бывает так что я слышу на но так начну девчонки ругать что думаешь неужели это я аромат люблю ощущение что описывают вот прольным просто тоннайте очень что-то неприятное дальше есть у меня вот такой аромат это фэнтези у них есть в линейке два аромата мелодия и фэнтези вот мелодия к сожалению не тестировала а этот мне подарила тоже девочка блогер за что я и очень благодарна фэнтези здесь главная нота идет грейпфрут а я грейпфрут очень очень люблю кому-то он покажется очень тяжелым кто-то его назовет мужским кто-то неносибельным но для меня грейпфрут звучит красиво когда была очень сильная жара я им с огромным удовольствием пользовалась единственное совсем чуть-чуть вот прямо совсем чуть-чуть и у меня за все лето хоть она была жаркая и стратилась но видно не так уж и много отличный аромат для меня но теперь он будет ждать следующего лета потому что зимой ну как бы зима и грейпфрут несовместимы для меня зима это все сладость все что цитрусовое свежее это все лето следующий аромат это тоже подарок для меня аромат каори красивый флакон интересный дизайн вот не знаю вот на холодильник наверное вам видно он розового цвета и у него вот какая-то цветочная такая вот розовая нежность я его к сожалению не нашла описание просто нашла что он свежий цветочно-фруктовый аромат действительно там цветы и фрукты вот это сладость и цветы очень приятно это вот и весна и лето и осень и зима то есть вот этот аромат он какой-то такой не знаю мне кажется любое время года он украсит но кому-то не нравится фаберлик и аромат нужно начинать с пробников потому что есть ароматы которые мне не нравятся то есть я их не могу носить не моё этот красивый следующий аромат тоже аромат на любителя венда авантюр есть мужская водичка есть женская женская это такая половинка специальные так на белом фоне чтобы вам было видно вот такая интересная половинка тут она тоже полукруглая такая немножко выгнуты 30 миллилитров вот в этой водички есть арбуз и в приторность в ней есть арбузная но при этом есть что-то морское такое как брызги какие-то и вот это вот какая-то коктейльная сладость брызгами но не все вот его могут носить то что я слышала отзывы но даже негативные мне нравится вот зима и этот аромат для меня самое то его я кажется не нашла следующий аромат от фаберлик это ромиата в ромиате есть острота какая-то горчинка перчинка и изюминка кажется сюда входят специи вот что-то из специй аромат в меру тяжелый если его носить постоянно и он вам нравится то в него влюбляешься причем знаете так влюбляешься надолго этот аромат сразу вот с одного раза не понять а вот когда его носишь 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 но по крайней мере было так со мной я в него влюбилась с этим ароматом в компании фаберлик я познакомилась более десяти лет назад раньше был флакон такой ярко-красный и буквы шли сверху вниз ромиата было написано знаете и буквы были такие вот замысловатые как китайские иероглифы может быть кто-то помнит и я его потом очень долго искала лет десять и когда я увидела что просто поменен дизайн этот аромат у меня всегда был под носом радости моей не было предела но любовь моя не вернулась к нему та которая была вот тогда более десяти лет назад но тем не менее ностальгия и какие-то теплые воспоминания у меня с ним связаны и когда я его ношу у меня сразу дать как туда в прошлое меня выкидывает далее есть у меня аромат бьюти кафе вот такой цветочек этот аромат у них идет 60 миллилитров вот сам флакон вот этот 30 остальные по-моему тут 55 но есть такое у них что ароматы в разном весе нестандартном каком-то но в общем вот этот вот бьюти кафе 60 миллилитров кажется я его встречала простите что-то я начала хрипнуть это цветочно так мешаю я вам да это цветочно пудровый аромат входят сюда ноты личи апельсина липового цвета потом гвоздика пион пион и ланг и ланг и фрезия и последние ноты и рис дубовый мох бобы тонга и амбры вот такой богатый аромат он пудровый действительно в нем сладость такая какая-то вот нежная мягкая домашняя он подошел бы и для дома этот аромат и для улицы единственное не знаю может быть это мой аромат или уж как так я его быстро перестаю на себе ощущать я все-таки люблю какое-то время чувствовать слышать на себе ароматы так вы знаете я вам не прочитала у фэнтези ноты они у меня есть я вот сказала что грейпфрут основное что я слышу но давайте все-таки я вас ним познакомлю это цитрусово-цветочный аромат красочная парфюмерная фантазия выполнены яркими нотами розового грейпфрута бергамота и кламентина динамичное цитрусовое созвучие сливается в сердце аромата с нежными цветочными нотами и все то есть все равно вот грейпфрута чувствуется в названии один из первых есть у меня тоже подарок это вот такой вот классный ботенок шармант очень люблю как его так и его братика но давайте я начну шармант если я правильно называю название а потом расскажу про его родственника это фруктово-цветочный аромат который я обожаю смотрите у него даже такое оформление красивая белые розы вокруг полное очарование нежности аромат звучит совершенной нотой розы деликатная цветочная тема обыгрывается разным радужными фруктовыми оттенками папайи груши малины и черной смородины и дальше добавляется мускус амбра сандал вот такой красивый аромат действительно тут и цветы и фрукты и нежности и сочность какая-то очень красивый аромат в него тоже влюбляешься день два три четыре и на пятый уже рука прямо вот к нему я помню неделю я даже на ночь его наносила на себя чтобы засыпать вот в этом аромате когда мне его прислали я сначала подумала что ой он очень похож вроде бы на своего братика кокетку но как оказалось потом я их начала различать и они совсем совсем не похож но у них есть какая-то вот нота нежности роза вот роза чувствуется в обоих ароматах но роза разная это роза которая уходит в сладость какую-то нежность я бы даже назвала это вечерняя роза но и давайте раз уж я перешла к кокетке вот второй такой красивенный флакон а это роза с утра когда роса когда прохлада и вот этот вот бутон розы которые в россии вот такие вот они оба красивые и оба замечательные если не тестировали любите чтобы свежесть цитрусовая присутствовала в аромате попробуйте я бы их назвала дорогими ароматами давайте опишу кокетку это цветочный зеленый аромат если первый был фруктово-цветочный то тут цветочный зеленый аромат дарит кокетливое настроение создает нежность утренние розы нет вру утренней росы на раскрывающихся бутонных роз зелеными нотами и свежей пряностью имбиря и кардамона и дальше добавляется мускус и кашемировое дерево вот такая красота оба понравились оба красивые еще у меня есть два аромата от faberlic но они идут уже как малышки 15 миллилитров сейчас я вам их покажу тут блестящие крышки я их пытаюсь покрасивее сделать первый это променад долго показывать его не буду потому что он не очень выдающийся обыкновенный пузырёк ну флакон флакон так о променаде я тоже к сожалению ничего не нашла только нашла то что это свежий цветочно цитрусовый аромат с аккордом морского бриза это действительно так вот давайте я вам покажу как флакон на самом деле выглядит будет возможность я куплю себе и этот флакон целиком потому что я его очень очень люблю у меня был пробник я его просто даже не нанося вынюхала я так думаю я о нем мечтала и но пока смогла купить себе вот такую версию маленькую но она тоже долго тратится у меня ароматов много поэтому даже 15 миллилитров это надолго но я ассоциирую вы знаете вот как берег но я не была никогда на море это берег море в брызги волны вот какая-то теплая погода но тебя брызгает волнами тебя в тебе немножко прохладно от этого вот такие ассоциации вызывают у меня променад и еще один аромат у меня есть это давайте а вот так покажу я вам сейчас его в каталоге покажу так будет проще это шато для луар вот так он называется вот этот аромат и у меня он вот в таком варианте это цветочно-фруктовый пряный аромат я сейчас прочитаю сначала про него а потом расскажу свои впечатления насыщенный цветочно-фруктовый аккорд дышит свежестью и прохладой таинственный бергамот и ланг и ланг хрупкая фрезия нежная фиалка женственно восхитительная потом добавляется и рис в обрамлении пряных специй звучит как-то по-королевски и заключительные ноты это кедр мускус и ваниль вы знаете это настолько сложный аромат что его можно либо любить либо ненавидеть вот наверное так когда я его первый раз взяла в руки и потестировала я подумала да что же это за парфюмер что он такое создал вот ощущение что как бы вам сказать вот что-то из совсем ну не люблю это слово вот как называют девочки бывает бабушкин аромат вот тяжесть аромата который долго долго стоит мне сначала так показался но со временем я стала понимать что рука у меня к нему почему-то тянется вроде что то есть отталкивающие но вот у меня прямо тянет и хочется его тестировать как-то я его даже описывала изначально как очень тяжелый но было несколько комментариев которые девочки писали свет это это самый лучший аромат faberlic ты что и вы знаете я с ним потом подружилась у меня это на самом деле второй флакон первый был тоже 15 миллилитров он у меня истратился вот не знаю к нему особые отношения я с ним на вы я его до конца не поняла но время от времени рука у меня к нему тянется его нужно тестировать его покупать с первого раза не надо потому что он может показаться вам как минимум непонятно подробно наверно не смогу его описать потому что аромат действительно сложный наверное потому что в нем и ваниль и пряность и свежесть вот это вот эти как бы взрывоопасная кашка получается но парфюмеры увидели этот аромат таким флакон у него свой родной очень оригинальный и дорогой поэтому вот такой вот такая у меня скромная я бы сказала коллекция от faberlic есть ароматы которые я там еще не тестировала но вы знаете у меня нет такой faberlic к ароматам любви чтобы хотелось вот у меня есть то что мне нравится будет что-то возможность еще попробовать я попробую но вот нет такого как вот например вы его выходит новый аромат и мне его хочется уже тут я как-то поспокойней ну и давайте я вам покажу что же у меня есть от oriflame от oriflame несколько ароматов купила я сама остальные подарки потому что в компании oriflame я не зарегистрирована и в основном ко мне что-то приезжало первый аромат это это не скажу как он называется те девочки которые ну это наверное вот жардан их до жардане gold так вроде называется но его разновидность в общем очень интересный аромат он сложный красивый и дорогой вот его сложность в том что в нем есть и роза и вот какие-то такие ноты которые создают какую-то тяжесть то есть вначале его на себя наносишь и кажется что он тебе так на плечики то придавил но потом он раскрывается вот эта тяжесть первое уходит и аромат неплохой но я его использую крайне редко в эту зиму я его ставлю на видное место и буду носить на улицу хочу с ним подружиться потому что он у меня простоял наверно около года мы делали с одной девочкой она раньше была блогером сейчас почему-то не выкладывает ролики люба 6 лет и смотришь отзовись мы с ней делали поменяшку и вот у меня от нее вот этот вот классный аромат давайте туда буду ставить следующий аромат этот я уже покупала сама когда была возможность очень хотела я прямо очень от арифлейм хотела вот этот аромат сирень на аромат сирени с огромнейшим удовольствием пользовалась но видно да что советы я так хорошо потестировала у меня любимый от и фраши ландыш летом и вот этот сирени одно время я прямо вот чуть ли не чередовала их и не соединяла то есть вот как-то вот они мне очень близки это моно аромат он очень красивый и это действительно сирень ощущение сразу праздника весны и какого-то знаете надежд потому что май для меня это надежды это впереди лет это впереди путешествие в разные интересности и вот этот аромат у меня такие ассоциации несет себе следующий аромат он ко мне тоже приехал от любым вместе с тем с первым насколько я понимаю faberlic вот эта серия с ключиками с разными девочками и вероятно у них разные ароматы то есть он был не в единственном экземпляре я с арифлеймом на вы поэтому очень плохо знаю их ароматы это молодежный аромат он очень приятный я думаю в нем тоже есть роза в нем тоже есть какая-то небольшая тяжесть и вот с ним я буду тоже сейчас на видное место ставить и дружить очень красивый флакон так мне нравится вот этот вот замочек красивый интересный оригинальный не знаю как его еще сказать следующий аромат тоже был подарком это лучи это ночная лучи или люсия как я читаю ну неважно потому что я все равно ошибаюсь мне очень нравится у них вот это вот звездочка я знаю что есть у них стандартный ну как бы основной аромат и вот такая вот ночь вот ее я нашла описание это центральной ноты женственного аромата стал цветок миробилис или миробилис ночная красавица называется распуская всего на несколько часов он доверяет ночью свою природную нежность и хрупкое сияние но вот насколько я знаю что и сам сам аромат называется ночная красавица и вот аромат этого цветка ночного это очень красивый аромат он действительно вечерний нежный и при этом какой-то терпкий интересный дальше есть у меня маленькая версия наверное это парадайз нет у меня большого я даже не знаю как он выглядит но я помню когда катюшка потякова показывала продай сказала что это такой классный аромат мы с ней переписывались когда на год купи увидишь купить и понравится у меня оказался пробник я попробовала видите он такой розовенький красивый и действительно мне аромат понравился в нем есть тоже небольшая тяжесть вот какие-то у фаберлик нелегкие ароматы они имеют какой-то вес их нельзя назвать тяжелыми или какими-то сложными у них есть вес у них какая-то есть дорогая нотка но они оригинальные вот в каждой компании есть что-то такое что исключая исключительно вот своя изюминка в этом аромате тоже эта изюминка есть он мне нравится я им пользуюсь не часто но пользуюсь но естественно сейчас как часто я его летом купила осень только только-только в свои права вошла до вовсю так разошлась ароматов много и потихонечку он у меня так и будет до самой весны теперь стоять на полочке радовать буду пользоваться еще один аромат я его взяла малышку вот такую это их и клад фам тоже замечательный аромат прям вот очень нравится мне его если честно даже жалко вот он очень красивый не нот не знаю ничего свежесть тоже ощущаю видимо в ней цитрусы в этой водичке есть есть цветы сладость и есть какая-то вот манящее что-то изюминка какая-то то есть вот этот аромат я вам даже советую тоже потестировать если вы не пробовали но я думаю те кто арифлеймом занимается то я сейчас говорю об аромате который знают многие просто это или я такой знаток небольшой парфюмерии арифлейм если не путаю компании сейчас я правильно сказал арифлейм классный аромат он мне очень очень понравился и последний аромат от арифлейм вот такой love вот вот такой недавно он ко мне приехал в подарок у него идет шарик так он наносится вы знаете вот этот аромат тоже есть в нем какая-то сложная нотка и вот то что он такой шариком это классно не переборщишь потому что я думаю если бы он был вот спрей то нужно было очень внимательным быть количеству пшиков а то что шарик он и экономный и не переборщишь самое то очень нежный приятный сладкий но нежность у него такая вот опять же вот со своей такой изюминкой с дорогим букетом богатым букетом то есть его не назвать легким это нелегкий аромат я мне сначала я помню когда он только приехал я его описала как по моему легкий и меня даже кто-то поправлял что свет но его легким не назвать он такой но вот именно вот то что он является вот таким шариком я думаю благодаря этому он становится даже нежным красивый звучит и звучит красивый сам аромат красивый но вот в этих двух компаниях все если вы не против я могу показать еще два аромата от мэри кей в этом ролике и у меня есть один от сель парфюм вот давайте я еще это тоже сюда включу от мэри кей есть вот такой у меня трибют это сладость это такая классная сладость что когда мороз вот одевайте и вам будет тепло очень интересный аромат не знаю никаких нот но он очень приятный я его каждую зиму можно сказать что не ежедневно ношу ну пропускаю конечно потому что много чего но вот было время что я его носила прямо вот постоянно и видно как он у меня кончик заканчивается вот такая интересная тут роза идет я думаю в него и входит роза тут явно ваниль и в первом и во втором и в третьем но это в линейке нот но такой вот он интересный трибют не знаю куда поставить уже этот трибют и еще один от мэри кей тоже ко мне приехал совсем недавно это не то для тебя не то еще как то ну в общем вот такое вот название кто знает английский прочитают вроде бы для тебя как то так он называется это очень нежный очень нежный аромат в нем есть небольшая сладость есть цветы раскрывается красиво я думаю здесь есть и фрукты вот этот аромат мне очень понравился я им сейчас вот он у меня прямо под рукой стоит у меня вот так вот они стоят вот эти вот три ботиночка очень красиво или меня все три радуют очень с огромным удовольствием я ими пользуюсь так хотела вам туда поставят на я боюсь что я сейчас он туда поставлю просто боюсь что я в кадрах выпрыгну к вам вот так давайте вот и последнее что я хочу показать это от сель парфюм вот такой вот ну аж номер один все или если кто-то знает у них вот такие флаконы у многих ароматов они пронумерованы и каждый номер рассказывает определенные реплики или как бы они это называют философия на определенный парфюм то есть вот этот отражает аромат кинзо ну классический кинзо единственное что-то парфюмеры тут чуть-чуть добавляют или убавляют чтобы аромат немножко звучал по-другому вот этот очень красивый аромат он мне настолько нравится если честно я классический кинзо не тестировала но этот такой свежий настолько он интересный настолько богатый и благородный что вообще цены ему нет замечательный аромат он мне очень нравится если закончится я думаю я его повторю но у меня сложно закончится ароматом но тем не менее если вдруг такое случится этот аромат будет у меня снова надеюсь я в кадр не выпрыгнула к вам вот такая на сегодня коллекция получилось надеюсь со мной было интересно надеюсь я была может быть в чем-то полезно ну а следующий ролик там уже будет от и фраше от доктора пьер реку ароматы с магазина и наверное пока все и будет еще наверное один от компании юнитоп я покажу в общем наверняка еще две серии точно будут а сейчас спасибо всем за внимание спасибо всем кто был со мной всем пока